О чём бы ни думал в этом мире человек, он, несомненно, достигает этого бытия. Когда женщина очень сильно думает о том, какой у ней плохой муж, она в следующей жизни попадает в такое же мужское тело. Когда мы кого-то любим, мы рождаем следующую жизнь в этом теле. К чему бы ни привязывался человек, он этого, несомненно, бытия и достигает в следующей жизни. Но это всё временно, потому что жизнь человеческая очень коротка. Здесь всё очень временно, есть длинная жизнь, мы очень неграмотные в этих вопросах. Я даже не боюсь вам говорить эти вещи, потому что вы всё равно не поймёте. Ну, допустим, во всех религиях есть понятие ангелы, да? Вы знаете, это просто те, кто вот когда-то приехали на фестиваль благости или на какой-то другой фестиваль. Я не знаю, куда они приехали, может быть, паломничество по святым местам. Но они получили вкус отношений с Богом и начали вот думать о Нём постоянно в жизни, молиться о Нём. И в следующей жизни они получили другое тело, в котором лучше служить Богу. Потому что каждое тело человек получает для чего-то. Вот хочешь сексом заниматься, в человеческой теле невозможно. Нужно тело обезьяны, потому что в нём очень удобно заниматься сексом. Учёные изучали по 4-5 часов в день. Физиологически можно заниматься в теле обезьяны сексом. Нормально, они ничего не истощаются, никаких болезней нет. Всё отлично. Но в человеческом теле невозможно. Те, кто пробовал, знают. Ничего не получается толком, как надо. Невозможно. Есть тоже, кушать невозможно. Вот тело коровы, допустим. Днём кушаем целый день, ночью пережёвываем. Ну супер, сколько можно кушать, ну целый день. И целую ночь ещё. Выспаться хочешь – тело медведя. А если два в одном сейчас принято, два в одном, тогда есть такой мишка, такой, знаете, американский тык? А? Кала. Кала, да. Сома такой, мишка. Он одновременно и спит, и ест. Он висит на ветке такой, и самая вкусная пища у него – листья этого дерева. Он висит такой, спит, наслаждается жизнью. Наверное, настоящий американец. Он прожил жизнь счастливо. Вот, и теперь он спит, просыпается. И самая вкусная пища прямо перед глазами. Причём не торопится, он знает, что она никуда не убежит. Он такой, викторианская, самая вкусная, вы уже поняли. И опять спать. Так всю жизнь. Причём рука не устаёт висеть, так устроил Бог. Кто захотел такую форму жизни, поднимите руку. Ну счастья же, вы хотели счастья, но работать не надо. Знаете, люди зачем миллионерами становятся? Вот, чтобы не работать, можно жить спокойно и всё. Деньги есть, всё хорошо. Очень сильно, со всей силы нужно захотеть почувствовать, понять, что такое святость. Тяжёлый, длинный путь. Всё начинается с простого. Просто звук, звук возвышенной личности. Просто духовный голос. Просто анализ, что лекция с духовной музыкой лучше слушается, чем без неё. Легче. Просто простой вывод такой. Вот слушаешь, легче слушать, когда играет, а когда не играет, что-то не хватает. Так? Видите, вот уже такой небольшой анализ. Алтарик дома с алтарём, дома уже всё, без алтаря не хочу жить, всё, уже не могу. Ни красиво, ни эстетично, ни практично, ни чисто. Поднимите руку, кого так, всё, уже, всё, видите, вы уже не можете без алтаря. А некоторые уже не могут кушать неосвящённую пищу, не нравится, невкусная. Поднимите руку, кто уже не может. Вот уже и такие есть, всё, ну не нравится, ну невкусно. Не хочу такую пищу есть, она противная. Без молитвы невозможно жить. Не помолился с утра Богу, день пустой, счастья нет. Поднимите руку, кто так чувствует уже. Всё, приближайтесь. Потом дальше, чем дальше, тем больше. Потом вы почувствуете вечность в отношениях с Богом. Вот вдохнёте эту чистоту. А потом вы узнаете, что в следующей жизни у вас будет уже не такая жизнь, как здесь. Вам Бог в сердце даст какой-то момент знания о вашей следующей жизни. В момент смерти вы будете о ней знать, и поэтому не будете страдать. Почему человек страдает? Потому что он боится, что дальше будет, ему страшно. Но человек, который служит Богу, ему не страшно, потому что ему уже всё известно. Он чувствует, что дальше будет. И даже когда уходит из жизни, Сергей Радонежский сам в гроб лёг, просто всё. Он знал, когда чего. «Потому что тело не перестаёт быть таким важным». Это временное место, где мы живём, временное. Оно причём постоянно разваливается. Вы знаете, чтобы быть здоровым, надо постоянно мучить тело. Я его каждый раз мучаю. Статические упражнения делаю по два часа в неподвижное положение. Тело кряхтит. Потом раз – лучше ему становится. Оно расслабляется в неподвижности, кряхтит. Потом становится здоровее. Закаливается – становится здоровее. Пастится – становится здоровее. А ЕС спит и живёт обычно, стареет сразу, болеть начинает. Представляете, какое попали мы в место? Вот надо мучить, чтобы оно было здоровым. Но если даже тело мучить, не хватает силы на это, на всё. Потому что силы идут от Бога. Нет других сил. Попробуйте повторять имя ребёнка своего и делать упражнения. «Паша, Паша, Паша, Паша». У вас наоборот силы уходить начнут. Будете повторять «Паша, Маша, Маша, Петя, 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 Петя…» И вы не сможете упражнения делать. Вот попробуйте. Вы решили поделать упражнения, вам нужна для этого сила. Повторяйте «Петя, Петя, Петя, Петя» – имя своего сына. И дальше что? Ой, Петя, сейчас надо же вот то, всё. И всё, вам уже вы не сможете сделать упражнение. Почему? Потому что вся сила на Петю уйдёт. И даже для того, чтобы жить для своих детей, нужно постоянно думать о Боге. Потому что если человек не думает о Боге постоянно, тогда его силы не идут на детей, и психика его закрывается. Мы все захлопнутые. Вы знаете, что происходит в первый момент, когда человек начинает погружаться в отношениях со святостью? Знаете, что первое происходит? Вот у вас на электрике, что самое первое было? Когда из сердца молитва уже пошла, в этот момент знаете, что происходит? Все родственники соединяются с нами, потому что одни от нас хотят счастья все. Ждут счастья все от нас, все родственники. И в этот момент они все соединяются с нами, потому что у нас счастье есть. И мы о них вспоминаем сразу. У кого так произошло? Вот вы их счастье начинали чувствовать. И сразу вспомнили о своей жизни, о всём, что вокруг, потому что всё начало кушать это счастье, которое... Так это нормально? Вот я молюсь Богу, а все кушают это счастье. Это называется благословение. Что значит благословлять? Это значит думать о Боге и не запрещать кушать моё счастье своим родственникам. Пожалуйста, будьте здоровы, будьте счастливы, радуйтесь жизни. Это хорошо же, правда, так думать? Чтоб все радовались жизни, чтоб все были счастливы. Это первое, что происходит при контакте с Богом. Самое первое, просто все мои ниточки расправляются, моё сердце станутся большим, незахлопнутым. Почему люди боятся друг с другом жить? Почему они не выносят друг друга? Не хватает счастья, у человека потребность постоянно брать у меня счастье, у меня не хватает для него счастья. Скандалы от чего возникают, почему люди ругаются? Когда счастья не хватает тебе, близкому человеку, тогда он начинает тебя ругать. Потому что ему надо постоянно счастье. Но так же, как маленький ребёнок пищит, когда ему нет молока, он через молоко счастье получает. Так же взрослый пищит, когда ему просто не отдавать свою энергию. Любой человек взрослый пищит. Хороший, плохой, духовный, недуховный, все пищат. Требует от родственников энергии. Все люди на этой земле. И эта культура, в которой мы живём, она отравлена невежеством. Люди все абсолютно убеждены, что родственникам от нас нужны деньги. Все абсолютно убеждены. И все родственники так же считают. Они сами не знают, что им нужно. В мультфильме в советском про Буратину, там черепаха Тортила спросила Дуримара. Она говорит, ты разберись, чего тебе нужно, счастье или деньги? Она его спросила. И он ответил ей, говорит, а сколько весит этот ключик? Сколько в нём золота? Понимаете? Очень трудно понять, что нам нужно в этой жизни. Мы же не понимаем. Потому что деньги дают всё. Вот я за деньги покупаю еду, там, и всё. Вроде бы спокойно становится жить. Я только раз, деньги заработал, всё, жизнь проживу. Вот это вот время какое-то там, месяц. Я не против этого. Но распределяйте с помощью знания, балансируйте свою жизнь. Распределяйте усилия, изучайте, как правильно выжить в этом мире. Потому что сначала человек просто выживает. Господином своей судьбы человек становится тогда, когда его контакт с солнцем такой сильный, что душа разгорается и побеждает все условности этой жизни. Мой духовный учитель не зарабатывает себе на жизнь. И он планирует поездки на целый год. Перелётов в год получается там 150. Как минимум перелётов. Посчитает, сколько будет стоить это денег. 150 перелётов. Он не считает, и у него нет денег. Но в течение года ему жертвуют столько денег, сколько нужно для всех перелётов. И плюс ещё хватает храмы какие-то жертвовать, на строительство храмов там и так далее. Сейчас подумаю. О, выгодный бизнес быть святым. Ну, то есть, опять-таки, сколько золота в этом ключике. Так у нас мышление работает просто. Но ему люди дают, потому что так хочет Бог в их сердцах. Пытайтесь это понять. Есть четыре стадии отречения. На первой стадии отречения человек думает о Боге постоянно и клянчит у людей поесть. Он ходит, стучит в дверь, говорит, я монах, служу Богу, дайте покушать. Он специально это делает, унижается перед людьми, чтобы гордыню в себя победить. Не то, что он голодный там какой-то. Нормально. Ему и так хватит. Но он ходит специально, у него такое служение, людей мучить, чтобы они жертвовали тому, кто Бог духовной практикой занимается. И они ему, ну да, ну ладно, на тебе там, возьми что-нибудь. Дают ему что-нибудь. На второй стадии человек уже не ходит. Бог ему даёт столько силы, знаний, счастья, что он просто где-нибудь садится в каком-то месте. К нему люди подходят, видят его сияние, чистоту. И говорят, ты, наверное, необычный человек. Скажи, вот у меня такая проблема. И он раз сказал, потом люди собираются вокруг этого человека, начинают задавать вопросы, кормят его, поют. Лишь бы не уходил с этого места, потому что с ним хорошо, удача приходит в жизнь. Третья стадия святости. Человек уже не отвечает на вопросы всех, просто даёт, благословляет всех. Но отвечает на вопросы тех, кто наиболее развит. Он становится таким возвышенным, что он даёт знания только самым развитым. Четвёртая стадия отречения. Человек уходит в лес, садится посреди леса. Кушать ему хочется в это время? Хочется, как и всем остальным. И он не беспокоится вообще об этом, потому что он знает, что люди, они в сердце настолько сильно хотят счастья, что они будут специально с этой пищей блуждать по лесу, чтобы его накормить. И каждый раз вот так будет кто-то заблудится, каждый день и придёт, ему даст покушать. Каждый день это будет происходить. Он не встаёт с места, я вам точно говорю. Не встаёт с места. Люди приходят туда и кормят его, сами не понимая почему. Потому что Господь в сердце их тянет туда. И они, когда приходят туда, они получают самое лучшее, что можно получить в этом мире. Одно мгновение со святым человеком дороже стоит в тысячу раз, чем всё, что мы в жизни имеем. В тысячу раз. Потому что его сознание является самой большой ценностью. Когда вы переймёте этот вкус отношений с Богом, когда всё остальное, всё в жизни кристаллизуется, станет понятно, чётко, и всё становится хорошо. Понимаете, есть много возвышенных людей, но правильно относиться к ним — это самое сложное. Для этого нужен опыт чей-то взять. Вот этот опыт является самым ценным в человеческой жизни. Этот опыт является силой, побеждающей трудности судьбы. Потому что все трудности судьбы — это всего лишь объём работы, который живёт в нашем сердце. Этот объём работы сжигается светом духовного знания. Потому что цель человеческой жизни — это Бог. Нет другой цели у нашей жизни. И когда вы со святым человеком, святый означает тот, кто светом этим наполнен. Вы когда с ним сталкиваетесь, то все ваши препятствия сердца разшибаются в дребезги. И вы начинаете чувствовать, что вы становитесь господином своей судьбы. Человек, который подчинил себя Богу, становится господином. А тот, кто подчинил себя самому себе, становится рабом. Сейчас в Америке принято, ну и в России тоже пошло потихоньку. Надо быть свободным. Ну что значит свободным? А что хочу, то и делаю. Да где вы видели свободу-то в этом мире, мои хорошие? Какая свобода? В Америке американцы кричат, мы свободные люди. Ну какие вы свободные люди? Вы не сможете жить без выплатки страховок. А чтобы выплачивать страховки, надо работать. А тот, кто работает, он раб. И вы свободные. Даже чтобы помереть, мне рассказывали, нужно 10 тысяч долларов заплатить. Значит, они похоронят. Вот свобода тоже. Ну и в России так же тоже. Только там меньше кричат, что они свободные. Ну то же самое, все порабощены. Нам нужна пища, нам нужно дыхать, дышать, нам нужна семья, нам нужен дом. Мы постоянно в заботе находимся. Мы не можем быть свободными в этом мире. Правда ведь? Этот мир жизнь сковывает. Мы все выживаем здесь. Но когда человек начинает слушать голос святого человека, молиться ему, эта скованность разлетается в дребезги. Поверьте мне, это так. Человек начинает чувствовать, что он становится господином своей судьбы, потому что у него счастья на все хватает. Вы знаете, почему человек не может найти работу? Ему просто счастья не хватает. Знаете, почему девушка не может найти себе мужа? А ей просто не хватает счастья. Вот сколько девушке нужно счастья, чтобы сделать две вещи в своей жизни. Первое, чтобы ее полюбил достойный человек. И второе, чтобы его вытерпеть. Этого достойного человека, потому что девушка, она как бы, ей не сложно сделать так, чтобы ее полюбили. Более-менее не сложно. На это еще счастья хватает. А вот вытерпеть этого человека, который полюбил, очень тяжело. Что он же пользуется счастьем, пристает тебе. А это всегда, силы от этого кончаются. И человек страдает, женщина страдает, ее любит, она чувствует, что она уже меньше наслаждается. Он ей наслаждается. Она думает, что-то мне не нравится такая ситуация. Начинает капризничать рядом с ним. Видите, самое сложное даже не то, что тебя полюбят, а то, что вытерпеть этого человека. Потому что у нее уже недостатки есть, а девушке хочется, чтобы без недостатков был. А так только Бог без недостатков. А Бога просто так не встретишь. Надо ему молиться, служить. И так любая девушка рождена для того, чтобы ее полюбили. Любая. Любая женщина живет для того, чтобы ее любили. Почему не любят? Не хватает счастья. Счастье идет от Бога. Это значит, что я мало служу Богу. Все. Нет другого причины, почему меня не любят в этом мире. Почему у мужчины нет силы побеждать? Мужчина для победы создан. Каждый мужчина должен всегда и везде побеждать. Почему он не побеждает? Ему не хватает Бога просто. И все. Как только Бог появляется в сердце, он становится героем сразу. Каждый мужчина герой, каждая женщина красавица. А теперь проведите анализ. Посмотрите на тех ребят и девчат, которые вам служат. Вы заметили, что они красивее, они сильнее, храбрее, что они какие-то другие, так, что они все живут в молитве. Вы заметили же, да? Они какие-то другие, не как мы, что у них больше Бога в сердце, и все в этом. Богатые. Больше Бога в сердце. Знаешь, богатый человек. А богатырь – это тот, кто несет Бога другим. богатый человек. Потому что тырить, древнерусское слово, означает нести другим. Но ведь же все меняют. Все время перестановки делают. Например, бабка-ёшка – это женщина, которая занимается йогой. А ведьма – это та, которая знает веды. Видите, все меняется. Понятия меняются. Но медведь не меняется. Медведь – это тот, кто знает, где мед. Мед – ведь. Ведать – знать. Медведь остается медведем. Никому ничего плохого не делает. Даже Кощей Бессмертный – это настоящий персонаж. настоящее. Это не вымысл. Но это трудно понять уже. Это древние очень ведические истории. Был один демон такой, который совершал аскезы настолько сильно, что его тело, оно было съедено муравьями. Он стоял неподвижно. И у него была такая сила аскезы, что он мог жить в одних костях. Жизненную силу можно поддерживать даже просто в костях. Не надо крови, ничего, ни мяса. Можно жить в одних костях прям. Человеку. Такой силы достичь. Уже все знают, что можно жить без пищи. Некоторые люди живут без пищи, одним солнечным светом питаются. Но что жить в одних костях можно, никто не знает. Он добился такого и стал таким могущественным, что он победил всех. Это демон, то есть он хотел быть сильнее Бога. Демоны — это те, кто живут для себя. А божественные натуры — это те, кто перестали жить для себя. Но силы-то он все равно от Бога брал. Вот в чем. А когда человек аскезу совершает, он будет получать силы. Когда человек лишает чего-то себе замен, он получает силу жить, жизненную силу. Некоторые люди используют это для того, чтобы обладать другими людьми, для могущества. Такие люди называются демонами. А слуги Бога — это те, кто совершает аскезы для служения людям, этому миру и Богу. Это слуги Бога. Демоны очень завистливы, они любят только свою секту и всех ненавидят вокруг. А слуги Бога любят всех и служат всем. Их распознать очень сложно, слуг Бога. Потому что они не рисуются. Просто служат всем, и все. Люди, которые верят в Бога, могут быть демонически настроены. Это первая стадия служения Богу, веды описывают. Первая стадия демоническое настроение. Ни любовь к другим верам. Сначала человек так настроен, может всю жизнь так любить Бога, ненавидеть другие веры. Потом постепенно он отходит от этой идеи и становится настоящим верующим. мужик. Называется фанатизм. Фанатики даже делают вид, что они любят другие веры, но на самом деле не любят. Это фанатики. Вы их встретите на своем духовном пути. Держитесь от них подальше. Они не понимают, кто такой Бог, потому что Господь, Он любит всех. иначе зачем ему было создавать эти веры разные. Опять вот эта идея, что моя вера правильная, потому что я лучше, я превосхожу других. Моя нация обрела правильную веру, потому что она превосходит другие нации. Все остальные не понимают, как правильно верить, потому что они низкорожденные, а я высокорожденный, у меня правильная вера, у меня правильная нация, все остальное неправильное. Это эгоизм. Более широкое проявление эгоизма. Просто и все. И это примитивное сознание, примитивное мышление по факту. Потому что этот мир многообразен, в нем Господь присутствует по-разному. Разные веры несут разные виды счастья. Каждый человек выбирает тот вкус к отношению с Богом, которым больше нравится. В начальной стадии веры дают вражду. Люди начально, когда они становятся, они начинают верить в Бога. Они все отвергают вокруг. Почему? Потому что они не хотят служить никому, они хотят счастья. От Бога также хотят счастья. И поэтому они говорят, иди отсюда ты мясоед, иди отсюда, ты выпиваешь, не хочу с тобой жить, у тебя другая вера не моя, не хочу с тобой жить, все. Они принимают только то, что им подходит. Начинающие верующие люди. Они не хотят никому служить, они хотят наслаждаться энергией Бога. Они энергию Бога получают и неосознанно хотят и наслаждаться так же, как этим миром, природой, людьми и всем. они хотят так же Богом наслаждаться и поэтому Его присваивают. Говорят, это мое, Бог им это мое. Все, наша вера, не ваша, идите отсюда, все, вы не с нами. Но более развитые люди, они перестают присваивать Бога и начинают Его любить. Это разные вещи. Ну даже присваивать хорошо. Это хорошо, это уже лучше, чем водку пить. Когда человек начинает по-настоящему верить в Бога, его сердце раскрывается как цветок, потому что некого не любить, некому злиться. Все прекрасно в этом мире становится, все гармонично, все создано как надо. И человек начинает так же понимать, что он не житель этой земли, он душа. Душа соткана из духовного, а не из материального. В духовном нет смерти. Когда человек начинает больше думать о Боге, он наполняется глубиной, чистотой, счастьем, настоящим, неподдельным. И все препятствия в жизни разрушаются сами собой, мои хорошие. Их не надо разрушать. Они предназначены для нашей учебы. Трудности судьбы нужны. Их надо принимать обязательно, не надо от них убегать. И принятие это и есть победа. Счастье означает жить сейчас, побеждать все. Потому что сейчас жить не побеждая очень сложно, сложно. Каждый день судьба заставляет нас страдать. Она внутрь нам посылает страдания. Внутрь человека каждый день приходят страдания. Я сегодня кушал, обедал и подошел ко мне Олег, менеджер всего этого фестиваля, замученный. Я говорю, что-то ты устал. Он говорит, я уже устал. Не могу. Тяжело. Я говорю, а что ты устал-то? У нас же благость. Он такой смеется, хорошая жуткая им понравилось. Каждый день вчера ребенку не буду говорить, разбился там, ребенок плохо стало. Вчера же потерялась одна девушка, пошла на лекцию по женским качествам. Мама волосы на себе рвет, целый день, дочки нет, куда-то пропало. И она выносит мозги кому? Олегу. Кому еще выносить? Он главный. Ну понятно же, человек мучает, страдает, понятно же. Кто-то разбился, кто-то заболел, кто-то пропал. Что-то происходит, люди живут, живые. И это его фестиваль благость. благость. Я говорю, что же делать? Я спрашиваю, что же делать тогда? Он говорит, что делать? Служить Богу? делать? И что нам делать здесь, в этом мире? Это его фестиваль благости. Я говорю, люди, говорю, хотят фестивали, давай сделаем третий фестиваль Олег. Он говорит, я не выживу. Как говорит, не выживу, третьего не выйду. Поварам говорю, нашим говорю, а в следующий заезд будет тысяча человек уже. Зал построили большой. Они смотрят на меня такие а мы сможем справиться и так целый день на кухне. Благость это отдать себя Богу, служить Ему, трудиться для Него изо всех сил, страдать, страдать за Него, за Него страдать. А в ответ столько счастья людского вокруг, столько радости в сердцах людей. Назад отдача через людей придет счастье, радость, любовь, красота человеческая. Начинается все сознание. Например, как сосредоточиться на Боге. Оказывается, для этого надо занять неподвижное положение тела. Люди не знают, что это такое. Они знают, что когда ты не двигаешься, ты лечишься в это время. Нет знаний. Что не двигаешься, наоборот, все затекает. Это же болезнь получается. но если человек проходит эти стадии, он с помощью неподвижного положения тела вылечивает свой организм. Ему не надо таблетки пить уже. Дальше звук. Звук. Непонятно, что такое. Что значит победа над судьбой? Это очень сильная концентрация на звуке, который побеждает судьбу. Что значит сильная концентрация? Это значит, надо в это время служить. Человек чем сильнее служит, то есть кланяется, желает всем счастья, отдает что-то. Служение означает отдавать. В это время концентрация возрастает все больше, больше и больше и в какой-то момент оп! И в сердце достаточно счастья, чтобы получить первую стадию побед над судьбой. Первая стадия побед над судьбой называется так же, как во время жертвоприношения вы все вместе повторяли, что? ШАНТИ! 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 Потому что без этого невозможно дальше идти. Есть такая молитва, в Багавадгите написано, что человек, который не концентрируется на Боге, не может получить счастье, спокойствие. Счастье в данном случае означает спокойствие в сердце. Это ШАНТИ, это в буквальном смысле слова переводится спокойствие в сердце, мир в сердце. Человек не может поручить мира в сердце, а без мира в сердце невозможно быть счастливым. Первая стадия побед над судьбой это мир в сердце. Это означает, что все, кто находится в связи со мной, кто со мной связаны все люди, получили от меня достаточной энергии, чтобы успокоиться. Им всем стало хорошо одновременно в этот момент. И у меня в сердце наступил покой, потому что я уже не обязан дальше еще кому-то что-то отдавать. Мне уже самому хватает и хватает другим. И в этот момент можно уже не только родственникам, но также и всем остальным людям отдавать счастье. Человек становится недостаточным, у него много Бога богатым становится, у него много в сердце шанти наступает, спокойствие, мир. И он уже может отдавать другим. Это первая стадия во время молитвы. Поднимите руку, кто из вас такого сильного спокойствия достиг в сердце во время молитвы. Вот вы достигли этой стадии спокойствия. Первая стадия счастья. Следующая стадия счастья какая? После спокойствия к сердцу приходят препятствия. Вот в спокойствии, а глубже в сердце находятся препятствия в жизни уже. Нет семьи, нет детей, нет работы. Все это надо или нет? Надо, мои хорошие, надо. Иначе человек не будет самодостаточным, у него не будет возможности предаваться Богу, потому что он будет в сердце где-то в глубине чувствовать, что Бог какой-то жмот. Чего он мне не дал мужа? Непонятно. Не будет хватать. Недостаточно, не самодостаточный человек. За редким исключением. Есть отречённые люди, которые знают, что им кроме Бога ничего не надо, они самодостаточны. Все остальные, они должны получить от жизни своё, чтобы дальше идти к Богу смело и сильно. Чтобы солнце больше получить, нужно мирские радости получить, свои радости в жизни вот эти получить. Это и есть победа над трудностями судьбы. Не отворачивайтесь от них. Не делайте вид, что вам ребёнок не нужен, если у вас бесплодие. Не отворачивайтесь, не делайте этого. Не делайте вид, что вам муж не нужен, если вы одиноки. Не делайте, не отворачивайтесь. Не играйте в прятки со своей судьбой. Просто принцип надо понять. Принцип такой. Если женщина получает достаточно счастья, то ей придётся закрывать своё лицо паранджой. Зачем в древней культуре женщины закрывали паранджой лицо? Ну так, навскидку, навскидку. Почему сейчас всё открывают, а в древней культуре всё закрывали? Конечно, потому что у них столько счастья было, что они не хотели никого смущать. Чуть-чуть открываешь, сразу... И всё. Нет сил терпеть такую красоту. Мужчины не могут терпеть такая сила. От девушек шла, от женщин в древней культуре. Они были очень красивыми. И поэтому закрывали лицо, чтобы не мучить народ. А сейчас почему всё открывают? Ну потому что... Ну что тебе ещё надо открыть, чтобы ты хоть немножко посмотрел, гад такой? Ну что тебе ещё открыть? Никто не смотрит, никто не любит. Ну что-то ещё надо открыть, чтобы посмотрели. Ну что делать? От нехватки. Мало стало энергии любви, поэтому всё открывается, тело открывается, всё открывается, чтобы хоть что-то иметь, какие-то отношения с людьми. Потому что мы нищие. Нищие. Не хватает нам силы. Мужчины тоже. Раньше же были могущественные мужчины. Сейчас хилые. Ну не все, конечно. Мужчины некоторые на меня смотрят. Кто тут хилые? Я извиняюсь. Может мне что-то не то сказал? На благость же благостные люди приезжают. Мужчины благостные означают. Могущественные, сильные. А? Что про остальные? Зачем нам сейчас? Мы про благостных только говорим. Когда человек в стрессе, это значит, что он недостаточно слушает и верит в звук молитвы. Когда у человека в жизни что-то не хватает, он недостаточно слушает и верит в молитвы. А если даже он достаточно слушает и верит, то трудности судьбы растворяются постепенно. Потому что там все внутри очень густо и плотно. Нужно достаточно много времени это делать, чтобы все поменялось внутри и в твоей жизни. Не думать, что я сегодня вот одухотворился, сходил на молитву, все вместе помолились, у меня в сердце легкость, радость, а на следующий день что-то опять накрыло. Ну, потому что там много, понимаете, там много всего. Вроде бы маленькое пространство, а много там всего. Человек этому должен достаточно времени уделять каждый день в своей жизни. Ну, в среднем, как минимум час, мои хорошие. Ну, хотя бы час. И не просто там сидеть, думать о чем-то другом. Этот час интенсивный должен быть. Для этого надо учиться, как это делать все правильно. Первое правило такое. Нельзя это делать в одиночку. Да, надо обязательно слушать голос. А если вы еще с кем-то будете это делать, это благословение, если вы вдвоем будете молиться. Потому что совесть человека включается, когда он не один. Да, человек один — совесть спит. Хочу — молюсь, хочу — не молюсь. Все, никого нет вокруг. Мы Бога не воспринимаем за Личность, мы к Нему привыкли. А вдвоем уже совести больше. Нужно хотя бы чуть-чуть иногда выбираться туда, где люди молятся вместе, мои хорошие. Это очень важное правило, поверьте мне, очень важное правило. Гораздо важнее, чем если вы научитесь молиться в одиночку. Потому что, когда человек выбирается туда, где хором это происходит, расшибаются все замки. Все замки, которые в сердце висят на них. Просто за вот такое совместное молитва. Совместное. Поэтому люди на службу собираются. Поэтому храмы строят на этой земле по этой причине. Для того, чтобы люди вместе собираются. Сильный настрой, сильная концентрация, сильное погружение в духовную жизнь. Но для этого надо умчиться, видеть святость. Видеть святость означает глубокое видение этого мира. Какие святых нет? Какие святые? Нет святых. Окей. В каждом человеке есть святость. Во всех вас есть святость. Но увидеть вас друг в друге святость очень сложно. Поэтому человек на первой стадии и учится видеть святость тех, как ком она очень сильно видна. Для этого и нужны святые люди, чтобы нас пробило. Они пробивают своим присутствием нашу жизнь, нашу судьбу. Помните все эти сказки как бы в тридевятом царстве, в тридесятом государстве? Надо куда-то убежать далеко-далеко и найти чудо дивное. В этих сказках не говорилось, что за чудо-то дивное. А чудо дивное – это святой человек, мои хорошие. В этом чудо дивное заключается. Бежать надо просто внутрь своего восприятия. Надо пытаться чище видеть, учиться людей. И вы тогда будете святость видеть даже в тех, кто просто духовной практикой занимается. Этого достаточно. Они уже спасители. Просто человек чуть-чуть занимается, но он уже спаситель. Если вы сами захотите его так увидеть, вот в этом вся проблема. Потому что в глазах очень много вот этого желания видеть недостатки. Чистота есть в каждом человеке. Если ты эту чистоту видишь, это видение соединяет тебя с Богом и расшибает все узлы жизни. Через человека Бога можно увидеть. Через человека, мои хорошие. Чистоту, когда в человеческом сердце увидишь, тогда ты соединишься с Богом. Чистоту в природе увидишь, тогда ты соединишься с Богом. Чистоту на алтаре можно увидеть только потом, когда ты увидел в людях уже чистоту. В этом квалификация прийти к Богу. Если ты в чистоту в людях не видишь, не прощаешь, не принимаешь, не веришь в чистоту человеческую, ты не сможешь к Богу прийти. Не учили на чистого человека, как увидеть чистоту. А вам не надо в нем видеть чистоту в не сильно чистом. Учитесь видеть в сильно чистом. Концентрируйтесь на том, что вы можете понять. Не надо прыгать через гору. Сделайте первый шаг. Поставьте на алтаре чистого человека. Есть же чистые люди. Они доступны. Они доступны. Они очень сильно дают милость. Очень сильно. Вот только чуть сильно захочешь о нем подумать, о чистом человеке. Я разок думаю, хочу мать Терезу. Я ее люблю. Она чистая, светлая. Через полгода на лекции. Я не то, что кому-то это говорю, просто у меня в сердце такое желание возникло. Через полгода на лекции, по-моему, в Казани. Или в Уфе, я не помню уже точно. Один художник приносит мне мать Терезу. Нарисовал так, что просто глаз не оторвать. Настоящая. Я себе в кабинете повесил все. Мать Тереза висит. Кто у меня в кабинете был, видели. Красивая такая мать Тереза. Настоящая. Хочу Святую Матрону. Пожалуйста. В Москве на каждую лекцию мне приносят от Святой Матроны цветочки. И так далее. Они очень откликаются сильно. Святые люди откликаются. У них очень много сострадания. Они близки к нам. Но у нас мы настолько тупые, мы настолько погружены в свои проблемы, дела, что мы не хотим даже попросить их быть рядом с нами. Искренне, сильно. Не хотим. Нет желания просто. Так устроено наше сердце. Оно скупое очень по природе. А если оно закрыто, то туда кто попадет? Как же его открыть? Вот такими беседами, общением таким. Когда человек общается на темы Бога, у него сердце открывается. Молитвой. Похожди. Когда человек ходит в храм, святые места ездит. Все вместе. Не один, а все вместе. Потому что по одному ничего не понятно. Нужно подвиг рядом видеть. Того, кто поехал с тобой. Тогда ты тоже настраиваешься правильно. Правильно. Все, что я вам сказал, вы думаете сейчас в сердце. Олег Геннадьевич, все равно ничего не понятно. Ничего не понятно. Как молиться? Как этих святых почувствовать? Свет в них? Что-то как-то все непонятно. Вот это и есть ваш объем работы. Вот это непонятно и есть вот путь, который надо проделать. Вот путь. Но моя цель просто вот этот путь показать, что он есть. Вот он такой. Вот это единственный путь. Что человеку нужно счастье. Счастье нужно для того, чтобы служить. Когда ты служишь с помощью счастья, ты перестаешь жить обычной жизнью. Ты перестаешь быть обычным человеком. Это в этом цена. Когда ты по этой дороге начинаешь идти, люди тебя не считают своим. Они думают, ты чего? Ты куда? Оставайся с нами. Зачем ты? Куда тебя несет? Это же опасно. А вдруг ты там с ума сойдешь на этом пути счастья? Потому что это истина. Что все, кто идут путем счастья, они все сходят с ума. Все до одного. И заходят на разум. Сходят с ума и заходят на разум. Потому что есть люди, которые живут умом. Это означает жить судьбой своей. Когда человек живет своими желаниями. Тем, что ему хочется в жизни. Это значит жизнь на умственной платформе. А когда человек живет тем, какую цель он себе поставил, и ее добиваются. Это платформа разума уже. И в мужском и женском теле этого добиваться надо по-разному. Потому что тело разное. Мужчины добиваются этого с помощью вдохновения от других людей и рывка внутреннего своих усилий. С помощью рывка и воли. Мужчины добиваются, приближаясь к Богу с помощью внутренней аскезы своей. Но вдохновляясь от кого-то на аскезу. А женщины вдохновляются с помощью женского общения и поддержания совести в этом общении. Ты завтра рано встаешь или нет? Нет, не так. Ты завтра должна рано встать. Я? Ну ладно, я постараюсь. Ну ты мне тоже позвони сама, если встанешь. Я тоже постараюсь. Женщины имеют близко, они к совести очень близки, женщины. Но у них мало сил и воли. Если они объединяются в том, чтобы вместе поболтать вечером, поспать по утрам, тогда это не помогает Богу прийти. А если они объединяются в том, чтобы пораньше встать, тогда легче вставать получается намного. Женщины должны объединяться. Женская природа, она очень объединительная. Женщинам легко быть вместе, и поэтому у них коллективное сознание. Если женщина одна живет, у меня никого нет, подружек, все, она разбит, ее жизнь разбита. Даже выйти замуж надо коллективное сознание иметь. Женщины в благости объединяются, они становятся очень коллективными. Вот парень какой-то понравился, и все подружки говорят, слушай, есть такая девушка хорошая. И со всех сторон ему там, и друзья, все, все почему-то ему говорят про одну девушку. Потому что это благость уже. И мозги ему крутят, крутят, крутят. И раз он все готов. Женюсь. Какие могут быть сомнения? Или девушка, допустим, вот видно, что она должна за этого. Парни все ей советуют, старшие. Она думает, потом решается выйти замуж. У нас тут вообще не так строятся браки. Людей соединяем, склеиваем. Тяжело же соединиться. Хочется себе что-то там на облаках, чего-то такое. Облаках же не бывает ничего, на самом деле. Это все просто мечта. Благость означает, в страсти люди соединяются, деловые отношения строят. Они соединяются работой в страсти. Они вместе, потому что они трудятся вместе. В благости люди соединяются устремлением к Богу. Они становятся вместе, потому что они хотят быть вместе, изучая, как прийти к Богу, как приблизиться к тому, чтобы слышать чисто, возвышенный звук чистый, чтобы научиться концентрироваться, не отвлекаться на молитве. Чтобы молитва по бездоносной стала, расшибала все препятствия в жизни. Она как раз так должна делать. Молитва разбивает все препятствия. Не надо их разбивать как-то по-другому. Девушка не должна унижаться перед судьбой, чтобы выйти замуж. Не должна унижаться. Она должна так сильно молиться к Богу, что если ей положено по судьбе, еще будут добиваться ее. В очередь выстроиться и будут добиваться. Она не должна думать ни о ком, не мечтать ни о ком, не желать никого, а просто так сильно служить Богу, чтобы она стала такой красивой. Потому что когда девушка служит Богу, ее служение идет в красоту. Она становится красивой, счастливой, жизнерадостной, скромной, смиренной, доброй, отзывчивой, ласковой, терпеливой и так далее. Все женские качества в ней проявляются, она становится самой лучшей для всех. Благословением для всех становится. Если она думает о Боге, наполняет солнцем. Меня попросили петь, я уже старею, меньше пою. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Знаете? За солнцем означает за Богом. Искорка летит от солнца, она постоянно занята делами, гаснет, 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 потом жизнь печальной становится. Когда искорка от дел своих поворачивается, этот путь неведом. Ведом путь, делами своими заниматься, растить детей, там учиться, работать, этот путь ведом. А идти к солнцу, искорка, ну это же против законов физики, она же от солнца должна лететь, правда? А искорка поворачивается назад к солнцу, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. И начинает наполняться счастьем. Это называется дорога добра. Сказки ведические, помните? Пойдешь туда, коня потеряешь, то есть жену. Это жизнь в страсти. Когда человек живет ради денег, ради работы, он остается один в конце концов. Потому что эта деятельность, она забирает у него время и силы, нет сил на близких, значит, остаешься один. Не хочешь счастья им отдавать, хочешь денег, тогда значит, останешься один. Коня потеряешь, жену, семью, детей. Останешься один. Этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь, жизнь в невежестве. Пей, гуляй, веселись. Живем только один раз. Вообще себя даже потеряешь. Сопьешься, скуришься, попадешь в тюрьму. Себя потеряешь. А этой дорогой пойдешь, счастье обретешь. Это дорога добра. За солнцем надо идти. Против обычного течения жизни. Восстать. Хочется спать побольше – встаю. Хочется лезть позже – ложусь. Хочется на ночь съесть – не ем. Я Господь с тобою. Благословена ты в жену. И благословена ты в жену. А дальше, когда солнцем напитался, дальше следующий куплет. Уже сила есть внутри, правда? Чуть-чуть. Тогда оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Второй куплет уже, правда? Человек начинает жить в благости. Он начинает жить для других. Забывает про себя. Свои заботы забывает. И делает то, чтобы счастье приносить другим. И это объединяет людей. Мужчины вдохновляют друг друга на подвиг. Женщины становятся едиными, объединяются в благости. Женщины становятся как монолитное целое такое. Они очень сильно заботятся друг о друге, поддерживают. Они не хватает сил на все. И на службу духовную, и на молитву все. Потому что женщине нужна поддержка. Они постоянно общаются друг с другом на телефоне благостном. Говорят о духовной жизни. Тебе лекция понравилась? Да, мне понравилась. Вот это послушай еще. Тоже понравится. Пойдешь в храм завтра? Пойду. Кто из вас в монастырь ездил? Понравилось? Видите, вот. Почувствовали чистоту, силу духовную. Почувствовали, понравился, что хотим. Это духовная жизнь называется. Еще одна песня Ярослава Климана. Ярослава Климана. Ярослава Климана. Ярослава Климана. Хотелаää мощность. А её судьба.